Фестиваль ГТО среди студентов Омской области состоялся 6 и 7 июня на стадионе Авангард. Соревнования прошли в нашем регионе во второй раз. В прошлом году в них приняли участие 7 высших учебных заведений, а в этом на призыв регионального Минспорта откликнулись все вузы. Студенты Омского государственного университета, например, участниками фестиваля «Готов к труду и обороне» стали впервые. Нам главное выступить вообще. Как бы мы себя не показали, самое главное, что мы себя покажем, что мы ОМГУ, что мы молодцы. Все равно надеемся на то, что результат будет лучше. Одни из сильнейших участников фестиваля – студенты Сибирского государственного университета физической культуры. В прошлом году именно они стали победителями регионального этапа и представляли Омскую область на федеральном уровне. И даже там ребятам удалось показать отличные результаты, уступив лишь победителям – хозяевам турнира. В этом году студенты Сибгувка также настраивались только на победу. Мы отбираемся в Челябинск. Соревнования пройдут в сентябре месяце. И данный этап достаточно серьезный. Как-то специально готовились к этим соревнованиям? Я сама занимаюсь легкой атлетикой. У нас сейчас сезон соревновательный. И у меня сейчас каждую неделю какие-либо старты. И я уже на готове каждую неделю. Второй год подряд серьезную конкуренцию фаворитам составила команда Омского государственного технического университета. Цель спортсменов из политеха на этих соревнованиях – пробиться на всероссийский финал фестиваля ГТО. Каждая из нашей команды готовилась достаточно серьезно, так как практически все у нас легкой атлеты относятся к спортивной школе. Надеетесь в этом году победить? Конечно, кто же не надеется победить? Что для этого будете делать? Бороться. Состязания проводились по 11 видам испытаний. Командам необходимо было набрать наибольшее количество баллов в общекомандном зачете. На стадионе ребята бегали, отжимались, подтягивались на высокой и низкой перекладинах, проходили испытания на гибкость, прыгали в длину, метали мяч. По итогам фестиваля в общекомандном зачете студенты технического университета все-таки уступили Сибгувку и заняли второе место. На третьем – аграрный университет. Победителей призеров наградили в Министерстве спорта Омской области, вручили медали и дипломы. Борьба была очень острая и в основном велась, конечно, между Сибгувком и нашим политехническим университетом. Но хочется сказать, конечно, про аргарариев. В прошлом году они молодцы, они одни из первых включились в этот фестиваль. Непосредственно на внутривусском этапе они продемонстрировали очень большую массовку. Им удалось выиграть спортивную площадку ГТО, которая сейчас построена непосредственно на их спортивном стадионе. И площадка великолепная, на что желаем другим тоже, ну, вузам, чтобы они также боролись за эти площадки. Теперь студенты физкультурного университета представят Омскую область в финале Всероссийского фестиваля ГТО, который пройдет в Челябинске в сентябре этого года.